здрасте дозвонились да да первый вопрос такой вы знаете наши правила что все записывается выставляется в интернет вы не против да конечно я не против я слушаю вас говорите сейчас я подключу говорите что хотели бы позвать ваши видео смотрел пообщаться пожалуйста поставил никакие но вот занятие у нас увидел когда там написано прямо к сергею напишешь там рядом то есть я хочу и все он примет скажи что со мной разговаривал у нас занятие и друг и утром литвы а вы раз в одном регионе живете нам легко это соединить это вы в колыване находитесь я так понял что вы носили в колыване нахожусь ну да там когда я чушник разговаривал а мы там были когда-то богослужение справляли давно уже это было ну и какие у вас вопросы у меня слышно да да слышно хорошо насчет вопросов я не знаю я просто канал ваш смотрю канал богатый у нас самый большой во всем интернете потом узнал что вы из барнаула тут недалеко находитесь вам сколько лет 25 одни живете семья как мать и брат у вас взаимопонимание ну мать в храм ходит работает я не работаю пока а почему храм хожу да как то не получается как на работу не получается да ну у нас с работой работы мало колывань и все равно надо работать как-то а летом то чем занимает конец летом чем вот иногда бывает что колымля а так постоянно давно уже не было на велике если человек не работаю то пусть и не ест помрешь на голодом умереть может кто не хочет трудиться тут и не ешь . апостол павел говорит картошкой у вас дома то библия есть библия конечно я не дома сейчас я в гараже ну вы считаете да 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 все у меня другого цвета понимаете все что написано в принципе да аборда зачем бреешь нет у меня я не брей не брей она мне не растет совсем не раз у вас даже бритвы нет дома да или есть не обрею бриться то бреюсь просто давно не брился никак нельзя брить а вы бритву выбросить чтобы не искушаться вы же православный да да ну в храме пойдите где-нибудь на сибирске там какой воскресенский собор посмотри изображение иисуса христа пророков апостолов безбородых то никого не у меня дома иконы есть у меня дома иконы есть моя язык икона разве безбородые там ездят а она у меня больше вот не растет только такая больше не родит у то брось совсем чтобы не быть виновным перед богом выбрать ее хорошо понял какой же ты если ты андрей ты должен быть храбрый он переводится храбрый с еврейского языка это еврейское имя первозванный андрей первым к христу пришел ты ему должен подражать а он был с бородой это язычники любят молодиться то а у нас наоборот с возрастом мудрость приходит и мы показываем свой возраст а вот волосы машинка я сбриваю правильно так и надо мужчине не надо волосы длинные а то что не работает что это плохо очень даже у нас картошка 15 соток огород но картошки много картошку когда 15 соток это совсем немного даже но молодца один больше варм это служил не это у меня по здоровью нельзя а еще у вас со здоровьем у меня в детстве заболевание был легкие рак рак это глаз начался что левый глаз у вас болит нету его нету а его нету совсем глаза вот как плохо то а что случилось онкология была в детстве в детстве у меня тоже левый глаз ногтем щеркнул повредил я инфекция попала и уже 6 лет он меня болит нету мне операцию делали онкологии вон как так это значит когда вас в армию призывать вы уже были инвалидом да я с трех лет понятно помогите господи надо свидетельствовать людям о боге после то соблюдаешь то посты нет на мясо я не ем мне вот надо подковаться в этом не чтоб с постами совсем я плохо знаю ну ладно значит считать то умеешь да конечно все умею читать как вас окончил 11 сейчас к кончим разговаривать я вам адрюша сброшу о бороде и сброшу о посте и ты прочти на несколько раз выпиши себе в тетрадку писать то можно глаз не помешает да да мне ничего не мешает маме скажи брату это сколько время возраст какой 28 он старше вас да да но у него проблемы тоже у него зависимость какая зависимость пьянствует да это независимость это смерть зависимость а кто его туда продавал за а вот еще да я скину вам пьянцы скину материал тогда вот видишь как три материала вам скину вот у меня со сном еще бывает у меня все хорошо со сном бывают проблемы уснуть не могу бессонница бывает мучить но потому что ничем не заняты нервы надо работать вот у меня закончил строительный техникум и работал прорабом а когда уверовал по евангели то начал везде говорить меня везде за шею погнали и в тюрьму и везде прошел все эти трубы ну и прорабом то уже нельзя работать нигде не пускают да я тогда пищевым 40 лет пищевым проработал однажды в этом рекорд поставил 6 печей в один день отремонтировал и но тогда то мне было лет допустим 28 я в комнату как зашел вечером то в потемках то упал вот как пока падал я уже сонный падал пока до пола упал уже я уснул вот и все каждый день на износ и господь еще больше силы дает вот у меня сестра смотрел а спорт плохо православие засыпаю у меня на засыпание уходила в среднем 47 секунд вот лег только по моему повезло помимо повезло так с богом все время молишься если посты соблюдаешь и работаешь организм требует отдыха она сон у меня уходила в среднем два с полчаса в сутки остальное время только работать два с половиной часа спать два с половиной часа но сейчас я так не могу мне 81 год идет не могу а встаем все так же пять часов ты во сколько встаешь то если хорошо сплю то восемь в девять боровок лежит нет уж дружок ты всегда одно время мы стоим 440 всегда где бы мы ни были а как вот на работу приходишь там в коллективе курят пьют вот как на улицу если они курят пьют это их дело выйти некуда сиди терпи я все время на стройке и бывает за пределами города вон как иските мы строили это ваш район достать это новосибирской области ну а вагончик привезли там и курят и что ну это на улицу постою маленько опять зайду и там же пообедаешь сумочки вытащишь что а куда ты денешься это ничего не значит собой евангелие всегда как что так сейчас это видео записываете тоже у меня все записывается везде на выставлять потом будете или на да и на улице у нас везде на надпись идет видеозапись для интернета храме у нас там это написано в коридоре у нас еще не скрывается выставляет только самое интересное ролики там фотографии мы не слепляем вот как разговариваем так и выставляем вы же видели сами мы наоборот нет а выставляете или выборочно у нас на дверях заходишь и прямо на дверях написано на улице к дому подходишь идет видеозапись у меня наружу наблюдения даже есть потому что мы тут молимся никогда не надо бояться бояться тут отчат рулетки это там пьянь да дрянь голые мужики валяются я смотрю смотрю видео ваш ну смотрите у нас сейчас вот я выставляю большие материалы вот собрание какое у нас вчера было видел собрание мне больше вот чат рулетка нравится смотрю а вот эти остальные и беседы вот сейчас я выставляю трехтомник у меня вышел на 38 томов книг вышло и вот трехтомник это такой новый завет толкования блаженов и филахты а там 530 с лишним комментариев да и подчеркивание и сейчас все это насчитал брат сергей получилось 38 роликов отдельно 17 часов материал огромной силы страшные просто разбираем как все в церкви как это выправить надо такого материала никогда нигде не было там написано толкование блаженов и филахта вот я сейчас буду открывать новые ролики прям заходи свежие бери огромная мать и а вот снова с наукой как вывод с наукой а какая наука когда если я работаю на самом низу деревья пилим землю восстанавливаем дороги строим вот мы деревне строим нет я имею ввиду православие как вот с наукой например то что психология там подсознание вот это нервные клетки все все это глупость биология психология психе это душа они душу не признают ну какая психология то главная психология знать новый завет налиться в духе святом вот у нас положено молиться в день 7 раз после молитвы три святое 100 поклонов каждый раз а мусульман у них меньше у них 55 раз мы с ними беседуем по их книге а то их книга вы смотрите когда вся трулетки то я с ними беседую вот так летом то ничем не заняты у вас на сибирской области какой-то ко мне тут заходил беседу я его адрес даже не записал ему рабочие нужны честно и у него конная ферма вот найди там где-то какой-то не но я работаю ищу я объявление смотрю а то не без а тут на работу вышел два дня два дня отработал заболел а чё заболел ну простуда сопли горло докатой какая болезнь еще так уже себя позволяете никакая не болезнь а как люди в окопах а там тоже коллектив там курят все там нет я там я там работал полтора года потом ушел оттуда что-то у меня вот бессонница я похудел до 75 килограмм а рост сколько тебя метр восемьдесят восемь ну да у тебя восемьдесят восемь за счет восемьдесят три килограмма тебе больше не нельзя иметь а если 70 я сейчас 95 мне надо похудеть конечно 88 отними 5 ну 83 вот больше этого нельзя меньше может быть вес твой а больше уже нельзя это вредно ты что-то там куда-то идешь меньше а я возле дома по дому хожу ну вопрос а после нет будем расставаться что-то перестала слышно не слышно ничего если запишусь через пусково сергей там уже если вопросы будут еще буду задавать я сейчас вам скину это о чем говорили о посте о бороде и о пьянстве и сделаю скидку на свою книгу это я свои книги беру я на нее 40 лет потратил на эту книгу ну все тогда андрюша с богом до свидания